всем привет сейчас я покажу новый способ разблокировки meizu m6s от пароля или графического ключа по просьбе макса тимохина снимается это видео нам понадобятся прошивки которые будут лежать в описании под видео sim карта любая действующая usb кабель ну и естественно терпением в общем приступим выключаем телефон зажимаем клавишу вверх кнопку включения подсоединяем кабель как загорится meizu отпускаем кнопку включения громкость продолжаем удерживать попадаем в recovery меню далее будем устанавливать прошивку так как политика безопасности на телефонах разная поэтому я буду использовать прошивку китайскую 6312 6311 мне не подошла выскакивает меню recovery открываем папку в корень папки скидываем прошивку файлом и апдейт дожидаемся копирования что такое несет что он нет а а Продолжение следует... 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 ждем когда обнаружится сим-карта так сим-карта у нас обнаружилась сейчас опускаем шторку вниз обязательно подсоединяемся к вай-фаю к вай-фаю мы подсоединились так моем случае перезагружаем опять телефон нет пошло так 3w youtube.com сим-карта обнаружилась к вай-фаю подсоединили сделаем отправку сообщения сообщение отправлено и как видим внизу у нас появился активный адрес нажимаем на него соглашаемся наверху удаляем и вводим адреса плюс ко михаилу или нет . нажимаем на 3 чёточки файлы файлы необходимые для снятия блокировки фрп здесь нам нужно будет скачать два файла первые файлы это и с проводник нажимаем скачать загрузка и второй файл это quick short нажимаем скачать загрузка заходим загрузки дожидаемся скачивания файлов заходим в папку double loaded так как видим есть проводник у нас по другим расширением скачался поэтому пробуем его переименовать изменить а пока а 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 и а а а а и вводим а пока так устанавливаем наш из проводник континем так далее заходим в папку дуба и загружаем наше устройство и и и и и и и и и также пролистываем для вас два слайда делаем скриншот поделиться опять не хочет срабатывать ладно скриншот немножко урезаем поделиться через сообщение делаем все так же как делали ранее набираем номер получателя под скриншотом также пишем адрес ютюба делаем отправку заходим заходим в наши загрузки устанавливаем квикшот открываем в первой вкладке действия ищем настройки открываем настройки спускаемся в самый низ о телефоне и включаем режим разработчиков далее заходим флайм аккаунт и делаем вход в действующий флайм аккаунт это обслуживание и настройки Продолжение следует... Так, вход в лайм-аккаунт выполнен. Возвращаемся назад. Так, заходим в Security. Нажимаем на Root, принимаем, нажимаем ОК. Вводим пароль от только что добавленного в лайм-аккаунта. Нажимаем ОК. Телефон пошел на перезагрузку, устанавливается Root права. Дожидаемся полной загрузки телефона. Появляются опять наши слайды. Делаем два свайпа вправо. Делаем скриншот. Поделиться. Также через сообщение вводим опять же номер получателя. Делаем отправку. Нажимаем на ссылку. Заходим в загрузки. Опять устанавливаем ES-проводник. Открываем его. Дальше нажимаем сверху в левом углу три черточки. Нажимаем средства. Так, ладно. Попробуем так. Ага, вот пропустила. Root проводник. Включаем. Соглашаемся. Даем разрешение на Root права. Заходим. Сделаю, чтобы удобнее. Сюда. Сдвигаем. Заходим в слэш. Папка дата. Папка секьюрит. Так, нет, ошиблась. Папка систем. И удаляем здесь пять файлов. GetPyker. Так, GetPyker. Пасворд. Так, удаляется зажатие. Следующий файл. В принципе, делайте все как на видео. Look Settings. Три файла подряд. Должно быть получится вот так. Всего пять файлов. Удаляем. Окей. После этого перезагружаем устройство. Идем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И видим, что телефон загрузился абсолютно без всяких паролей. Теперь заходим в настройки. Флайм аккаунты. Управление аккаунтом. Нажимаем «Выйти». Запрашивает старый пароль. Так, ввели пароль от Флайм аккаунта. Выходим с учетной записи. Далее нам осталось прошиться только на европейскую прошивку 7110G. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Выключаем телефон. Достаем сим-карту. Заходим в «Рекавери». Зажимаем клавишу громкости вверх. Клавишу включения. Подсоединяем кабель. Появляется заставка. Клавишу громкости... Клавишу включения. Отжимаем клавишу громкости вверх. Продолжаем держать. Так, загрузилось наше меню. Дожидаемся, когда он определится у нас на компьютере. В автозапуске появилась папка «Рекавери». Открываем. Туда скидываем файл прошивки глобальной. Смотрите внимательно, чтобы файл назывался именно «Юапдейт». Даже дам полного копирования. До свидания. Продолжение следует... 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 Всем пока!